МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ивоваров Юрий Сергеевич. Академик Российской Академии Наук. Профессор, доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии Московского государственного университета. Директор Института научной информации по общественным наукам РАН, являющегося крупнейшим центром научной информации в области социальных и гуманитарных наук. Сфера научных интересов, история, политическая наука, правоведение. Добрый день, садитесь. Итак, наша сегодняшняя лекция, она называется «150 лет русской свободы». Такое красивое название, но его надо, наверное, объяснить. Почему 150 лет? Что за русская свобода? В 2011 году Россия празднует 150 лет со дня освобождения большей части российского крестьянства, а значит, народов Российской империи, от крепостного права, от крепостной зависимости. Василий Ключевский, крупнейший русский историк, через 50 лет после отмены крепостного права, когда Россия праздновала 50 лет, то есть 100 лет назад, говорил, это величайшее событие русской истории, событие номер один. Почему? Ну ясно почему. Потому что подавляющее большинство людей в России 150 лет назад были несвободны, они были крепостными. Они не были рабами, скажем, но они не были и свободными людьми, то есть скорее были похожи на рабов, чем на свободных людей. И вдруг, 19 февраля, по старому стилю, 1861 года, Александр II, русский император, который впоследствии войдет в историю как царь-освободитель, именно за это деяние отменяет в России крепостное право для помещичьих крестьян. Величайшее событие русской истории. И поскольку мы с вами, я думаю, большинство из нас являются потомками именно этих крепостных крестьян, то мы должны быть особенно благодарны тем людям, которые сделали это, мы должны знать о них хотя бы что-то. А я так подозреваю, что не все, не только специалисты-историки, но специалисты-историки знают, но далеко не все российские граждане знают обстоятельства отмены крепостного права, кто этим занимался, какие были различные точки зрения и вообще, зачем все это было сделано. Но прежде чем перейти вот непосредственно рассказу об отмене крепостного права, я должен вам сказать о свободе. Потому что вот если отмена крепостного права стала таким центральным пунктом в истории русской свободы, то есть, ну я бы так сказал, что вот это некая граница, когда накапливался потенциал свободы, и вот границу эту перешли, отменили крепостное право, и общество стало развиваться в сторону свободы, от несвободы. Но нужно сказать, а что такое свобода? Ну прежде всего, конечно, в этой лекции я имею в виду свободу социальную, свободу общественную, экономическую, правовую, да, когда человек живет свободным в общественной жизни. Потому что есть и другие виды свободы, я не трогаю их там философские и прочее, и прочее. Сегодня мы об этом говорить не будем, это не моя специальность. Мы будем говорить о свободе социальной. Впервые мы видим свободного человека, свободного гражданина в Древней Греции. Полис. Афины, да, Афины, где полисное устройство, где впервые в мировой истории появляется свободный гражданин. Гражданин, который имеет право выбора, который имеет право самоопределяться, самоуправляться. Это великая афинская, а потом римская, греко-римская традиция. Вторая традиция свободы связана с христианством. Ведь Христос пришел в наш мир и принес нам свободу. В каком смысле? Он принес нам право свободы выбора. Мы, как бы с приходом Христа, получили право выбора. Либо следовать за ним, за Христом, либо за Антихристом. Вот это главный выбор, да? Бог нам дает на выбор. Вы можете выбирать зло, можете выбирать добро. И это свобода. И поэтому страны, где проповедана христианская религия, где установились христианские порядки, это страны, которые в конечном счете обрели социальную свободу, правовую свободу, духовную свободу и так далее. Россия, в принципе, относится к этим же странам, хотя проблема свободы, как мы узнаем на этой лекции, гораздо сложнее у нас, чем в других христианских странах. Вообще, если говорить о свободе, то я всегда вспоминаю философа, очень известного в 20-м столетии, Карл Поппер был такой человек, который в 20-м столетии действительно был очень известным человеком. Может быть, ваше поколение уже и не читало его работ. Поппер говорил, что развитие мировой цивилизации, и мне очень симпатичен этот взгляд, идет таким образом, что от общества закрытого человечество постепенно переходит к обществу открытому. Ну, что значит закрытое общество, и что значит открытое? Закрытое общество – это такое общество, где все практически табуизировано. Нельзя, запрещено. Где действует традиция. Где, так сказать, некто, это может быть божество или правитель, как родитель с малыми детьми говорит, делай это, делай это, а этого не делай. Где нету поля для выбора. Где индивида, я, я в кавычках, нету, есть мы, некое единство, и все должны делать, как все. Но постепенно, говорит Поппер, мы сейчас опустим, почему это происходит, человечество переходит к другому устройству, и он называет это открытое общество. Поппер говорит, нет, человечество еще не перешло к открытому обществу, но оно находится на пути, оно движется к нему. И что же такое происходит? Расширяется сфера выбора человека, там, где он сам принимает решения, и где он несет ответственность. А вот сфера того, что запрещено, оно табуизировано, то, что предписано сверху, она сужается. То есть расширяется зона свободной ответственности и выбора личного человека, и сужается зона, когда за него все определено. То есть люди как бы вырастают. И вот это и есть тема свободы. То есть тема нарастания свободы в социальных, общественных отношениях. Хотя это процесс не автоматический, бывают рецидивы, и страна, которая прошла большой путь к свободе, вдруг опять отказывается, откатывается вне свободу, и мы еще с вами об этом поговорим. Это вот такие, ну как бы предположения мои, такие вот фундаментальные основы, от которых мы дальше сейчас будем строить наш разговор. Итак, 150 лет назад в России отменили режим крепостничества. Как же это произошло? За несколько лет до этого, ну, вы люди умные, образованные, знаете, Россия проиграла крымскую кампанию, да, 1853-1856, когда русские войска были разбиты на русской же территории в Крыму, коалиции основных европейских государств, Англия, Франция, там были и другие страны, мы вдруг, еще недавно, в 1812 году, победившие Наполеона, и ставшие такой грозной силой в Европе, когда все боялись нас, вдруг мы проигрываем на своей территории при хорошей армии, хороших полководцах, флотоводцах, мы полностью проигрываем эту войну. Почему? Россия экономически отстала. Во всем мире идет промышленная революция, поднимается капитализм, идет совершенствование производительных сил, технологий и так далее, а Россия спит неподвижно. Ну, так, во всяком случае, кажется. Крепостное право, тишь да гладь да божья благодать, во голове царь, и все. И ничего не происходит. Происходит, на самом деле, многое, но, тем не менее, Россия динамично не развивается, она не участвует в процессе динамичных изменений, которые происходят тогда в Европе, в Северной Америке. И вот это поражение, которое во многом связано с технологическим отставанием России. И новый царь Александр Второй, Александр Николаевич, сын только что умершего Николая Первого, при котором и началась эта война, он едет на Парижский конгресс в Париже, подписывается очень и очень неприятный для России мир, который лишает Россию выходов по существу, Средиземное море, право иметь флот на Черном море, и так далее, и так далее. И он возвращается оттуда и встречается с предводителями дворянства Московской губернии и вдруг говорит им, господа, конечно, отменять крепостное право, может быть, и не нужно, но когда-нибудь придется. И лучше это сделать сверху, чем снизу. Ну, что он имел в виду? Он, конечно, имел в виду то, что мы можем сегодня назвать Пугачевщиной, да? Ведь в памяти дворян и царской памяти того времени Пугачевщина была относительно свежим еще явлением, и сто лет не прошло. И дворяне помнили, властители России помнили, как сотрясла Россию эта крестьянская война и поставила под вопрос вообще существования империи в какой-то период. Поэтому Александр II говорит, что надо освободить крестьян все-таки и лучше это сделать сверху, чем они сами нам вилы в бок и конец тогда всей царской имперской России. При этом его отец, когда умирал, Николай I, он взял клятву своего сына, тогда наследника, престола Александра Николаевича, что тот проведет отмену крепостного права. Сам Николай на это не решился. И я потом скажу еще, почему были веские причины, почему отец Александра II, освободитель крестьян, сам не решился, понимая, что это надо делать. Тут же по всей России создаются специальные губернские комитеты. В России была разведена на губернии, как сейчас на области, куда собираются прежде всего, конечно, дворяне, умные, образованные люди, начинают думать, как отменить крепостное право. Далее, такой же комитет создается в Петербурге. Главный комитет. Потом этот комитет преобразовывается в комиссии, куда стекаются все губернские предложения. А тогда, говоря, сегодняшним языком начался тендер предложений, да? Начался конкурс заявок, как отменить крепостное право. Уже то, что надо отменять, было ясно. А как отменить? Были разные варианты. Отменить, например, без земли. Сказать крестьянам, Вася, ты свободен, иди. И не дать земли. Так иногда делали в Европе. Так делали, например, в русских балтийских губерниях за почти 40 лет до этого. Это был один вариант. Другой вариант был с землей. Но опять, а как с землей? Каждому дать участок и сказать, вот теперь ты частный собственник, твоя земля, твоя ответственность, живи как хочешь. Или же освободить их в общине. А я хочу напомнить вам, что наши с вами предки, по большей части, жили в состоянии общины. То есть такая вот коллективная некая общность, куда входило несколько деревень, там были органы самоуправления, где была общая земля, были общие решения. И каждой семье, в соответствии с количеством едоков, с количеством людей, живущих в семье, нарезались, так сказать, участки. И следили за тем, чтобы эти участки были более-менее равны. Чтобы люди были в равных условиях. Тоже встал вопрос, вообще не освобождать крестьян или нет. Было подано много очень важных и интересных таких предложений и заявок. В конечном счете победила точка зрения, которая была связана с такой интеллектуально-политической партией. Ну, партий в кавычках, политических партий не было. Это было такое интеллектуальное движение, которое называлось «Славянофилы». Тогда основные общественные мыслители России, мыслители по поводу социального развития России, делились на две группировки, очень грубо, на западников и славянофилов. И западники считали, что Россия, как и Запад, идёт по одному и тому же пути вместе с Западом, с Европой, просто несколько отстала. И у нас должно быть так, как у них. И в этом смысле западники говорили, что в общем, я, конечно, всё это огрубляю, в общем и целом говорю, но тем не менее, основной мотив сохраняется. Западники говорили, что нужно всё-таки дать людям частную собственность, то есть отдать землю в частную собственность. Славянофилы, которые утверждали у России свой путь, и что община – это и есть благо. Почему? Потому что, смотрите, говорили славянофилы, на Западе идут какие-то революции, гражданские войны. А почему? Потому что люди неравны. Одни богаче, другие беднее. И из-за этого социального, имущественного неравенства происходят все эти грозные, кровавые события. Ну, прежде всего во Франции и во всей Европе рубятся головы, там слетают короли и прочее, прочее, прочее. Поэтому давайте будем сохранять нашу драгоценность, общину, где люди живут в равных условиях, коллективных условиях, где есть круговая порука, если одному плохо, ему все помогут. Если один в этом году что-то не сумел сделать, то за него поработают. То есть, вот такое вот некое коллективное единство, такое вот закрытое общество по Карлу Попперу. И она, с славянофильской точки зрения, была сформулирована прежде всего в проектах освобождения крестьян, которые принадлежали Перу человека, имя которого сейчас практически забыто в нашем сознании. А вот, например, на мой взгляд, ему бы, а не там, товарищу Ленину, на каждой площади в России памятник бы поставить, этого человека звали Юрий Федорович Самарин. Был такой богатый русский дворянин из очень знатной такой дворянской фамилии, приближенной к трону. Этот человек, он был и чиновник, и общественный деятель, и вот такой теоретик освобождения крестьян, он и продумал систему освобождения крестьян. Как можно сделать? Не он один, конечно, я останавливаюсь на нем, как на ярком примере, как на человеке, на идее которого власть смогла опереться. И вот Юрий Федорович Самарин предложил освободить крестьян, конечно, в рамках общины, он полагал, что это и есть русский путь. И самое главное, он постарался решить вопрос, который блокировал отмену крепостного права раньше. Вот я вам говорил минутами ранее, что Николай Первый понимал, что необходимо отменить крепостное право, но как-то не решался. Понимали даже до Николая Первого, а я напомню, что Николай Первый правил в России с 1825 по 1855 год. Это, кстати, золотой век русской литературы, Пушкин, Ярмутов. Вы все это учили в школах, в школах, в вузах и так далее. Вы все это знаете. И вот Николай Первый, он пришел тогда уже, когда русское общество, российское общество, в конце первой четверти 19 века было готово к отмене крепостного права. Только что декабристы выступали с этими идеями. До этого Спиранский и другие деятели начала 19 века выдвигали проекты. Но вы помните, восстание декабристов было плохим фоном, на котором можно было бы отменять крепостное право. Николай Первый просто испугался, потому что против него выступила русская аристократия, чуть не уничтожила его и его семью. И поэтому его царствование было таким осторожным, консервативным, охранительным. Ну, естественно. И я бы, наверное, так же себя повел, если бы мое правление начало с того, чтобы мне пистолет бы поставили к риску и сказали, сейчас убьем. Конечно бы я испугался и старался бы очень осторожно править, ничего не меняя. И Николай Первый так правил, но он понимал, надо изменить. И он попал в тупик, совершенно неожиданный, тупик интеллектуальный, тупик политический. В это время в России и в Россию проникла идея и утвердилась в сознании правящего класса о необходимости частной собственности. Николай Первый любил говорить, Бог дал человеку жизнь. Это главный дар, который мы получили от Бога. Второй же дар – это частная собственность. И частная собственность – это и есть основа прогресса, расцвета обществ. И вот теперь частная собственность есть в России. А частная собственность на что? Ведь частная собственность – это не абстрактное понятие. На что собственность? На крестьян, на людей. Современник Николая Первого, великий русский мыслитель и писатель Александр Иванович Герцин однажды написал статью под названием «Крещенная собственность». Это о русских крестьянах, которые стали первой частной собственностью в истории России. И Николай Первый, вот и оказался в этой ловушке, с одной стороны, с его точки зрения и с точки зрения многих прогрессивных умов того времени, частная собственность – есть основа движения вперед, основа прогресса и свободы. А с другой стороны, частная собственность – это вот эти самые крепостные. Значит, если мы сейчас отменим частную собственность, то мы пойдем не вперед, а назад. То есть, да, такая интеллектуальная ловушка, там, человек сегодняшнего времени, конечно, из нее бы легко вышел, но тогда эти идеи были новые, совершенно не освоенные еще полностью умами. Он и не знал, как делать. То есть, не знали, как освободить. И потом они не знали, а кому земля, собственно говоря, принадлежит. Ведь что такое освободить крестьян, да? Землю или без земли, но все равно надо ответить на вопрос, кому она принадлежит. И вот Юрий Федорович Самарин решил этот вопрос. Он сумел доказать, и это было, ну, говоря сегодняшним языком, идеологическое обоснование реформы и освобождения крестьян, что и помещики, и крестьяне имеют право на землю. Эти права разные, по-разному выражены, по-разному сложились, выработались в русской истории, но и те, и другие имеют право. И это стало основой проведения реформ. Почему я останавливаюсь на этом? Дело в том, что реформы – вещь не новая, это обыденность в политической, в социальной жизни. Но весь вопрос в том, как их проводить. В русской истории, как в любой истории, как в истории любой страны, масса реформ. Но очень многие из русских реформ таковы. Благая цель, и по пути достижения этой цели уничтожаются целые социальные группы, или ущемляются, или разоряются. То есть реформа проводится как бы по человеку, как вот трамвай проедет по человеку, и нет человека. А вроде бы и правильно трамвай едет, по своим путям, так и здесь. Правильно делаем реформу, правильные цели ставим. А смотришь, людям только хуже становится. Вот та реформа 1861 года, и люди, которые ее осуществляли, я еще буду о ней говорить, они исходили из идеи, что нужно, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. То есть, чтобы и помещики не разорились, и крестьяне не разорились. При этом для Александра II это была не абстрактная задача. Он прекрасно помнил, как много раз в течение русской истории дворяне, аристократия, то есть помещики, убивали его предков. Ведь ни один русский император в ходе замеров, различных, в ходе таких вот придворных катастроф, были просто убиты. И он боялся, что его убьют. Кстати, вспомним, что ровно через 20 лет после освобождения Александра, после того, как Александр II освободил крестьян, он и будет убит. Помните? 1881 год. Ровно через 20 лет. И поэтому вся реформа была построена на том, чтобы ни одно историческое сословие России, ни одна историческая группа русская, социальная, не были бы разорены, уничтожены и так далее. Конечно, это все идеальные модели. Конечно, в жизни все было сложнее, болезненнее, противоречивее, и были негативные результаты освобождения крестьян. И тем не менее, и тем не менее, идея была такова, и практика была такова. И помещики сумели сохраниться как-то, и в последующие десятилетия перестроиться. А с другой стороны, и крестьяне тоже, несмотря на то, что освобождение не было идеальным, с их точки зрения, кстати, были волнения, пусть не массовые, но в отдельных губерниях крестьянство восприняло этот тип освобождения, когда их освободили и в общине. И освободили, так сказать, поначалу условно, потому что им дали какие-то наделы земли, за которые надо было еще платить выкупные платежи на протяжении 49 лет. То есть, как бы выкупить землю. Другое дело, что правительство, создав крестьянский банк, давая суды, помогало в этом крестьянам, но тем не менее, отмена крепостного права это лишь движение к полной свободе людей. Это уже свобода, но начальная фаза свободы людей. Вслед за этими реформами, вот за этой реформой, последовали и другие. Как мы помним, в России было введено самоуправление в деревне, в городах, была проведена военная реформа, была проведена губернтская реформа, в том смысле, что были созданы самоуправленческие органы и на уровне губерний, университетская реформа, когда самоуправление получили университеты. И вся эта история, вся эта эпоха вошла в наше сознание как эпоха великих реформ. Но главное, конечно, было это. Но все эти реформы, их совокупность, были направлены на освобождение индивида. Вот на то, с чего я начал. На расширение сферы личного выбора, личной ответственности, личной свободы человека. Эту реформу сделали люди, которых в истории принято называть просвещенной бюрократией. Просвещенной бюрократией. Что это за люди? В начале 19 века в царствовании Александра Первого, это дядя Александра Второго и старший брат Николая Первого, в России возникали вольнолюбивые проекты. Освободить крестьян, вести конституцию, вообще пойти по пути развития западного общества. Сам Александр Первый, которого воспитал швейцарец Лагарб, будущий деятель французской революции, мечтал о свободе и для себя, и для своих подданных. Тут же явился крупнейший реформатор Спиранский, который написал проект российской конституции, чтобы в России вводилось правовое государство, разделение властей, парламент и так далее. Всему этому не суждено было состояться. Но потенциал свободы в российском обществе нарастал и нарастал. Появлялись люди, которые были готовы к свободе и были готовы к освобождению крепостного населения основной массы русского народа. Но не получалось. И тогда Спиранский и другие крупнейшие чиновники реформаторски настроены решили создать такую когорту людей, такую социальную группу людей, которые, придя к власти, в будущем проведут их реформы. И вот открывается царско-сельский лицей, где учился Пушкин. Это первое учебное заведение в России, где детей не подвергали телесным наказаниям, где росли свободные люди. Позднее создается училище правоведения, создаются университеты, где готовятся люди специально для проведения реформ. Спиранский и его друзья следят за тем, чтобы они учились, затем отправляются к загранице, чтобы они получили там и научный, и такой административный опыт. А потом, когда они возвращались, спиранские и его люди пытались продвинуть их в структуру государственной власти. То есть, была подготовлена к когорту людей таких просвещенных чиновников, просвещенных бюрократов, вольнолюбиво настроенных, философски понимавшие эту проблему, европейцев в полном смысле этого слова, но и одновременно не таких вот салонных говорунов, не таких вот профессоров, которые вещают за кафедрой, а людей, которые могут что-то делать реально. Вот это был феномен просвещенной бюрократии, который был создан в первой половине 19 века. И, кстати, к ним принадлежал сам Александр II. Дело в том, что в 30-е годы наследник престола, которому тогда было 18, 19, 20 лет, это самый зенит царствования Николая I, его обучали. А учителя по русской традиции всегда призывали первейших людей своей специальности, лучшего юриста, там, скажем, лучшего литератора. Александра будущего II обучал русскому языку и литературе, например, Василий Жуковский, да, первейший русский поэт того времени. А вот дисциплином политическим и юридическим призван был обучать Михаил Спиранский, да, человек, о котором мы говорили, крупнейший государственный деятель, реформатор, юрист, как сегодня бы сказали политолог, хотя такого слова тогда не было. И вот он в своих лекциях Александру II в лекциях по политическим и юридическим дисциплинам учил своего ученика азам правовой государственности, политической свободы, правильному действию государственных институтов, тому, что не воля одного человека должна определять все, а наоборот, политика – это сложение многих волей, это компромисс между различными участниками политической игры. То есть он обучал Александра II, если угодно, азам современного мышления, где все не сводится вот к одному и все ему подчиняются, а где каждый является субъектом, где каждый является личностью, где различные социальные группы конкурируют, но в конечном счете должны найти какой-то компромисс. И вот Александр II, Александр Николаевич тогда еще наследник престола, он всему этому учился. Поэтому не случайным было освобождение крепостных именно в этот период. Пришло время этих людей. Они выросли, они заняли ключевые позиции, у них был лидер Александр II. Но были, конечно, и другие причины для освобождения крестьян. Вот мы начали с вами с войны, которая показала отсталость России, которая показала, что Россия должна что-то делать. Россия проспала, промышленную революцию ее не было у нас. И вот одним из главных деятелей реформы был младший брат Александра II, великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал русского флота, человек, на глазах которого и произошла эта катастрофа Крымской кампании, когда русские проиграли европейцам из-за этой технической, технологической отсталости. И он стал настаивать на проведении военной реформы, что России нужно иметь массовую армию, всеобщую воинскую повинность, и сегодня она существует у нас. И, разумеется, нужно развитие производительных сил, чтобы Россия воевала на современных кораблях, стреляла из современных пушек, винтовок и так далее. Но ведь для того, чтобы иметь всеобщую воинскую повинность, надо отменить крепостное право, надо, чтобы крестьяне перестали быть рабами или частной собственностью своих помещиков. И это тоже был один из мотивов. Необходимость технологического перевооружения страны, перевооружения армии, развития производительных сил и создания армии нового типа, заметьте, она существует в России уже вот эти почти 150 лет. Сейчас, конечно, говорят о военной реформе, посмотрим, что будет, но пока Россия прожила именно с этой системой всеобщей воинской повинности, которая тоже была осознанно в ходе этих реформ, как одно цепляется за другое, как одно влечет за собой другое. Но мы говорим 150 лет русской свободы, и что же до этого в России не было никакой свободы? Что же до этого Россия была арабской страной? А это какой-то вот такой, ну, небольшой отрезок, когда вдруг русские сказали, надо освобождаться. Это, конечно, не так. Я еще раз говорю, что когда я называю свою лекцию 150 лет русской свободы, это скорее метафора, это скорее некая такая красивость, воспоминание о том, что вот прошло 150 лет. Конечно, безусловно, и до этого Россия делала попытки вырваться к свободе. И, конечно, и до этого в России были движения в пользу свободы. Об этом почему очень важно и нужно говорить. Потому что и за рубежом на Западе, и у нас в России очень многие теоретики, очень многие идеологи говорят, нет, Россия и свобода вещи несовместимы. Россия это типичная восточная деспотия. Россия это типичное государство с очень сильной, мощной, единоличной властью, где власть решает все, что захочу, то и сделаю. И поэтому свобода не для нас. Если должна быть какая-то свобода, то ее нужно контролировать. Слишком много свободы опасно. Вот посмотрите, этот царь или этот генеральный секретарь дал народу свободы, во что это вылилось, в убийство, в воровство и так далее, и так далее. Я не буду называть имен, фамилии, дат и событий. Вы все свидетели этому. Это глубоко не так. Конечно, Россия страна с очень сильными деспотическими, властными традициями. Конечно, Россия страна с трагической историей русской свободы. Но тем не менее, одной из важнейших традиций и тенденций русской истории является постоянное движение к свободе. То есть, у России есть своя история свободы. И она родилась гораздо раньше, чем отменили крепостное право. Ну, чтобы не прыгать совсем в древность, там, скажем, в Киевскую Русь, или выучили в школах, в университетах новгородские вещи, там, народовластия, там, и так далее, и так далее. Посмотрим на историю, ну, последних столетий. Ту историю, которая более нам понятна, более ясна, более проверяема, так сказать, где меньше домыслов и мифов. В начале 17 века, во времена смуты, смута, начала 17 века, пресекается династия Рюриковичей, появляются какие-то самозванцы, да, начинается гражданская война между различными группами и сословиями, приходят оккупанты, поляки, шведы, кого-то мы зовем, савик, кто-то вторгается и остается у нас без нашего на то согласия. В общем, страна в ужасном состоянии, вот оно и слово смута, да, Россия ищет выход из смуты. И вот на царство, это 1606 год, 1606, садится царь, его выбрали, боярский царь, из бояр, Василий Шуйский. Я не буду говорить, какой он был, у него плохая историческая репутация, и, в общем, это не самый блестящий царь. Но вот что интересно, когда он садится на трон, после того, как его выбрали, он дает так называемую подкрестную или крестоцеловальную запись, где он отказывается добровольно от части своих абсолютно самодержавных прав в пользу русской аристократии и боярства. Он просто берет на себя обязательства по отношению к этой влиятельной социальной группе, смысл этих обязательств ограничить свое всевластие в пользу аристократии, которая получает большие права, большие возможности, то есть не делать того-то и того-то, без того-то и того-то. Такие вот условия. Ну, скажут, ну и что? А я скажу, что в Европе всегда демократия и движение к ограничению всевластия одного человека так и начиналось. Так и начиналось. Когда аристократия приходила к своему суверену, царю, князю, графу и так далее, и говорила, что все, с этого момента права управления разделяются, у нас такие-то права, у тебя такие-то права, у тебя такие-то обязанности, у нас такие-то обязанности. Начинался договор между различными социальными группами. И тогда власть одного ограничивалась, и поле свободы, и выбора расширялась. Вот примерно то же самое произошло и тогда в России, в начале 17 века. И надо сказать, что в этом отношении Россия одна из первых стран в Европе, которая встала на путь самоограничения верховной власти, на путь ограничения самодержавной и абсолютно всемогущей власти. Это очень важные события русской истории. И в ходе смуты в последующие годы русское боярство и круги, близкие к нему, несколько раз заключались с различными политическими силами. Сейчас не будем говорить, у нас другая тема. Такие договоры, смысл которых это ограничение от центральной власти в пользу каких-то других социальных групп. Это традиционный путь к свободе. Сначала аристократия получает права, потом буржуазия, потом весь народ, и тогда свобода распространяется на всех. Вот так же примерно шло и у нас. И эта традиция возникает. Еще я вам хочу напомнить, то, что вы тоже, безусловно, учили в школах и университетах, историю русских земских соборов. Это вторая половина XVI века и практически до конца XVII века до воцарения Петра Великого. Земские соборы, когда в Москве собирались, ну, бывало, что не в Москве, а именно в Смуте, но в основном в Москве собирались такие вот парламенты, в кавычках, представители всех свободных сословий Руси и всех регионов, районов Руси. Собирались, причем и простые люди, и крестьяне свободные, и горожане, посадские люди, и мещане приезжали, а не только иерархи церкви, бояре, и дворяне, и купцы. И они решали важнейшие вопросы. Ну, какие вопросы? Например, несколько раз земские соборы выбирали людей на царство. Да, ну, вот, например, династия Романовых, да, вот когда Михаила избрали. Или эти были соборы, которые заключали мир или объявляли войну. Или соборы, к которым прислушивался царь, когда, например, хотели вести войну правители русские, а собор говорил, нет, не будем вести войну. И царь не вел войну. Или наоборот, царь спрашивал, будем продолжать войну? Будем, говорил собор. И война продолжалась. Или принимали новые законы. Например, соборное уложение 1649 года. Опять же, условно говоря, первая русская конституция, первый русский свод законов. Это все принималось на земских соборах. Это не один человек, а это тоже история русской свободы. Так Россия постепенно шла к свободе. Тем, что власть, и шла борьба между властью и какими-то социальными группировками. Власть все-таки понимала, что надо себя ограничить, надо принять какие-то законы. И русский народ, о котором принято говорить, что это народ, который живет в рабстве и терпит любое над собой издевательство. Другие бы народы, давно бы уже в середине 17 века, это очень давно, по России, прежде всего в Москве, конечно, крупнейший город прокатывается волна городских волнений. Причины разные. И интересно, что горожане, выступающие против власти, выступают не только с идеей «дайте нам хлеба», хлеба и зрелищ, не только, как говорят сегодня, с социально-экономическими требованиями, они требуют права, закона, правопорядка, а за правом закона всегда идет свобода. Если есть права равные, законы, которые действуют в обществе, права прописаны у этого сословия такое, у этого такое, обязанности такие, это общество встало на путь свободы. Это общество начинает двигаться к свободе. Это всегда и везде. И вот Россия уже в середине 17 века горожане не только хлебушка и денежки требуют или соли там и чего-то еще, они требуют законности и правопорядка и закона для всех. Это поразительная такая вот, если угодно, зрелость русского народа в середине 17 столетия. А в конце этого же столетия незадолго до того, как Петр сядет на русский престол, произойдет еще один прорыв к свободе. Первым министром, как мы бы сказали сейчас на Руси, это я вам все рассказываю о предшественниках русской свободы, был князь Василий Голицын, очень знатный род, блестящий министр, он был посвящим первым министром у двух предшественников Петра, его старшего брата царя Федора и у его сестры Софьи. Так вот, этот человек разрабатывает программу продвижения России вперед. Я бы сказал, сейчас очень модно слово модернизация, наш президент говорит модернизация России, вот я бы сказал программа модернизации России только конца 17 столетия, что нужно сделать? Эта программа была очень похожа на то, что потом сделает Петр. Создание современной армии, налоговой системы, правильно без этого государства не может действовать, правильная организация пространства российского, создание губернии, то, что произойдет при Петре, фактически все это есть у Голицына. Необходимость торговли с Западом, выхода к морям, без этого торговли не может быть. Вся та программа прогрессивных реформ, которую Петр как будто бы списал у Голицына. Только у Петра в его практике и у Голицына в его программе было два таких вот пункта прямо противоположных. Петр все это сделает на основе закрепощения народа, на основе коренного усиления эксплуатации большинства русских людей. А Голицын предлагал встать на путь эмансипации, то есть освобождение крестьян, которые находятся в состоянии крепостного права и других сословий, потому что горожане посадские тоже были фактически закрепещены, дворяне находились в состоянии крепостного права и так далее, и так далее. И вот князь Голицын, Василий Голицын предлагает давайте все то же самое делать, только на основании свободы. Да, движение вперед, да, прогресс, да, экономика, все это слова сегодняшние, тогда этих слов еще не было, но смысл именно таков, но на основании свободы. Он терпит поражение. В силу тех или иных причин он терпит поражение, но тем не менее в русской культуре политической, правовой, в русских традициях, в русском сознании остается память об этом. И вот проходит несколько десятилетий. Петр умирает, мы знаем, да, там смена различных людей на престоле. И вот 1730 год, 1730, 1730 год. Династический кризис тоже, непонятно, кто должен сесть на престол. И тогда власть в руки берут так называемые верховники. Верховный тайный совет. Это такой орган, куда входили представители основных аристократических семей России. И они, тогда это были Голицыны, Долгорукие, и они говорят, что надо ограничить самодержавие. Они приглашают на трон племянницу царя Анну Иоанну, царя Петра Первого, и говорят, что сядешь на престол, конечно, при условии, если подпишешь кондиции. Кондиции, то есть условия. А условия таковы, ограничения самодержавия, ничего без нас не делать. То есть аристократия в очередной раз, русская аристократия, русская политическая и экономическая элита говорит, не надо царствовать одному. чтобы и другие социальные группы принимали участие в процессе принятия решений. И она вынуждена поначалу подписать. Потом, правда, опираясь на какие-то другие социальные слои, она рвет эти кондиции и начинает опять сурово и круто править и усиливать свое самодержавие. И она 10 лет села на русском троне, и эти 30-е годы 18-го столетия такое черное пятно в русской истории, когда было плохо народам, лицам, сословиям русской империи. И тем не менее, и тем не менее, уже в 20-м столетии великий русский политический мыслитель первой половины века Петр Струве, один из крупнейших общественных деятелей России, политических деятелей, мыслителей России начала 20-го столетия, напишет такую фразу. Если бы в 1730-м году победили верховники, то в 1917-м году Ленин бы не победил. Струве, который был когда-то приятелем, а потом стал врагом Ленина, считал, что победа Ленина и большевиков это крест на русской свободе, это конец русской свободе, он оказался прав. Хотя в 17-м году это не было ясно, большевики тоже пришли под лозунгами свободы к власти, но Струве понял, что это конец русской свободе, а дальше следует событие, которое практически никем никогда не вспоминается. А в 2012-м году этому событию исполнится 250 лет, 250 лет. Это тоже невероятное событие в истории и русской государственности, и русской истории, культуры и так далее, но это событие, о котором можно сказать, вот оно не менее ключевое, чем освобождение крепостных крестьян в 1861-м году. 18 февраля 1762-го года, 1762-го, 1762-го года, царь Петр III, это внук Петра, первого, и муж будущей императрицы Екатерины II, он царствовал всего полгода, был на русском престоле, потом Екатерина Великая, будущее Великая, Екатерина II, свергнет и фактически убьет своего мужа и отца ее ребенка Павла I. Так вот этот император Петр III, у которого отвратительная, негативная репутация в русской истории, он и дурак, и там мальчишка, и русофоб, и так далее, и так далее, тем не менее, он ли сам, его ли советники, но тем не менее, он это подписывает, 18 февраля 1762 года от крепостного права, то есть от несвободы, освобождаются кто? Дворяне. И вот здесь, конечно, в такой неподготовленной, я не про вашу профессиональную аудиторию говорю, а в какой-нибудь неподготовленной аудитории могут спросить, как дворяне были в крепостной зависимости, они были крепостными, ведь это же дворяне были эксплуататорами, это они мучили бедных крестьян, там, Салтычиха, Троекуров из Дубровского, все это мы знаем по русской литературе, русской истории, да, скажу я вам, дворяне, дворянское сословие было крепостным, только крепостная их зависимость, их рабство крепостное имело другой тип, если крестьянин должен был в основе своей пахать землю на помещика и государство, то дворянин должен был воевать, махать сабелькой, или, если он там болен, или по какой-то еще причине, перышком скрипеть, как чиновник гражданский и так далее, но он был, тоже находился в крепостном зависимости, он был уже давно закрепощен, и он был обязан, вот как только мальчику исполнялось 15 лет, физически и умственно, он должен был идти в военную службу, если физически не очень, тогда в гражданскую службу, и служить царю батюшке, пока ноги его волочили, или пока ему что-нибудь не отрубят, или не выкулят, то есть, когда он уже переставал быть военным, в полном смысле этого слова, все были обязаны служить, дворяне были закрепощены, они были обязаны были служить, и при Петре Первом вот эта вот зависимость, рабство дворянское еще больше увеличилось, еще больше, более того, Петр, мы не будем сейчас об этом говорить, завязал дворян на крестьян, там поставил их в зависимость тоже от крестьян, он всех закабалил, со страшной совершенно, невероятной силой, как впоследствии товарищ Сталин это сделает, и вот Петр Третий, такой неудачный царь, всего лишь полгода сидевший на престоле, вдруг дарует русскому дворянству свободу, да, человек может не служить, а если хочет, может и служить, а дальше человек может ехать за границу, представляете, ехать за границу, ваше поколение не понимает, что такое невозможность выехать за пределы своей страны, а это всегда индикатор, показатель свободы в обществе, имеет ли право человек, вы скажете, нужны деньги, конечно, нужны, но имеет ли право человек выехать, и вот ему вдруг говорят, впервые в русской истории ты свободен, ты можешь ехать куда угодно, и можешь поступать в службу в другую армию, а потом возвращаться с заработанным там чином, я это к тому говорю, что многие русские впоследствии устремятся в Америку, получат там большие чины, там шла борьба за освобождение Америки, и поэтому требовались молодые офицеры, и вернуться с большими чинами сюда, то есть можно было по-своему устраивать жизнь, можно было жить в поместье, а можно было жить в Петербурге или в Москве, ехать в Париж, ехать в Америку и бороться за свободу там их от англичан, и так далее, делай, что хочешь, можно было пить вино и самодурствовать, а можно было писать романы, стихи и так далее, и вот в России впервые в русской истории появляется сословие свободных людей, и Ключевский скажет, да, наш великий историк, 18 февраля 1762 года освободили дворян от крепостной зависимости, а на следующий день надо было освободить и крестьян, потому что раз дворян освободили, и крестьян надо освободить, и он скажет, так и сделали, только через 99 лет, ну на этом, я думаю, мы сегодня сможем, мы с вами закончим нашу лекцию, мы завтра продолжим ее, историю русской свободы, 150 лет или больше, и что произойдет потом, ну а сейчас вопросы. Скажите, пожалуйста, насколько вот на ваше мнение реформа вот отмены крепостного права в то время, в все годы было именно правильно провести именно в то время, не позже, не раньше, то есть было бы эффективнее, может быть, позже провести эту реформу, может, было бы последствия какие-то другие, на ваше мнение, просто ваше речь. Ну, спасибо. Да, я понимаю ваш вопрос, ну история, как мы понимаем, сложилась так, как она сложилась, именно тогда освободили крестьян, была ли, например, какая-то абсолютно необходимость освобождать именно тогда, ну скажем, экономическое, предположим, крепостной тип землевладения, сельскохозяйственной культуры, он изжил себя, нет. С экономической точки зрения, напротив, после отмены крепостного права русское сельское хозяйство, как вот производящая сфера в обществе, она несколько упала, ослабла и так далее, так всегда бывает в период реформ. Здесь была скорее потребность следующая, верхи наконец осознали, что дальнейшее существование России на этом фундаменте уже невозможно. Надо двигаться вперед. И дело не только в Пугачевщине, о которой Александр Второй фактически предупреждал русское дворянство. Дело в том, что мы действительно отстали от мирового социального и экономического развития. И так можно было бы существовать еще долго, если бы мы жили сами по себе. Но мы были всегда вплетены во все эти мир хозяйственные, мир политические связи. Мы зависели, как и от нас зависели. И поэтому, чтобы соответствовать эпохе, как и сегодня, надо было меняться. И слава Богу, что нашлись тогда просвещенные бюрократы, реформаторы, которые провели эту реформу достаточно мягко. Насколько это вообще возможно безболезненно, хотя безболезненно реформы не проводятся. И, как я уже говорил, с учетом интересов всех сословий, живших тогда в Российской империи. В этом смысле, я думаю, что это был такой не случайный час истории, когда вот все сошлось. Я думаю, что это не случайно, что именно тогда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...